Всем привет! С вами снова Юля и, о да, наконец-то я дошла до обзора на эти маркеры. Коробка уже запылилась, подпылилась немножечко, но я честно их больше не трогала, они лежат так же. Я боролась с диким желанием все-таки открыть за кадром, попробовать немножко порисовать. Потому что, несмотря на то, что я еще не знакома с этим материалом, мне пару раз казалось, что в каких-то рисунках, которые я рисовала, эти штуки бы пригодились. Возможно, не знаю наверняка. На всякий случай, напоминаю, это необычный материал под названием Brushmarker Pro от фирмы Karin. Это польская фирма художественных материалов, честно, я о ней до этого никогда не слышала. Они вроде еще ручки и карандаши изготавливают, но до нашей страны дошли только вот такие вот необычные брашмаркеры. Это коробка на 60 цветов плюс 3 блендера. По крайней мере, так написано на сайте. Я склонна верить описанию на сайтах. Собственно, ничего больше так особо интересного не сказать не могу. Единственное, что она, в принципе, очень интересно выглядит. Обычно подобные маркеры, они идут в пластиковых кейсах с отдельной такой крышкой. Здесь все немножечко попроще. Картон плотный, но зато с магнитиком все закрывается от пыли, от грязи, все дела. И вот каждый маркер тут отдельно в своей ячеечке лежит. Это маркеры акварельные, не спиртовые. Поэтому сегодня я буду использовать для их теста и последующего рисунка акварельную бумагу. И повторюсь в десятый раз, я понятия не имею, как вообще ими пользоваться. К сожалению, я потеряла инструкцию от этого набора. Вроде как она у меня была, я не помню, на распаковке мелькала или нет. Если не было вообще изначально, то немножко обидно, потому что на видосах, которые я смотрела с обзорами этих маркеров, у всех была такая небольшая инструкция. Если она все-таки была, мне просто подводит память, я ее где-то потеряла с момента, пока я снимала распаковку до сегодняшнего дня, прошло слишком много месяцев. Так вот. Какой я предлагаю сегодня план действий? Давайте я сначала просто попробую познакомиться с материалом на вот такой вот небольшой склеечке акварели. Так как это водорастворимые акварельные маркеры, они, соответственно, размываются водой. Для этого я подготовила тут водичку с кисточками. Но также, насколько я понимаю, они смешиваются и между собой без воды, и с блендером без воды. Сейчас все это протестируем. И потом уже отдельно я все это дело выкрашу на вот такой вот табличке, просто чтобы понимать, насколько точны колпачки к цветам настоящим, и вообще, в принципе, иметь представление о наборе в формате выкраски. Я возьму, пожалуй, вот такой вот красненький, оранжевенький. Давай сначала вообще посмотрим, что это за товарищи. Карин, Brushmarker Pro. Вот эта вот, кстати, надпись, она прозрачная, и там внутри видно чернила, плескающиеся. На самом деле, они очень жидкие, и, в принципе, это удобно, можно сразу контролировать расход маркера, понимать, по мере, насколько его хватит. На корпусе написано, что объем чернил 2,4 мл. В принципе, довольно объемно. У них один наконечник, не двусторонний, и выглядит он следующим образом. В принципе, кисть очень похожа на кисть обычного маркера, спиртового имеется в виду. Так, ну что ж, давайте изначально попробуем вообще, просто вот как есть. Ох! Ярко, ярко. Такой вот цвет получается. И при наложении нескольких слоев нет четкой такой лессировки, как со спиртовыми маркерами, там, когда можно, накладывая несколько слоев одного и того же цвета, добиться подобия теней. Здесь так не получается. Маркер изначально выдает очень жирный, насыщенный такой яркий цвет. Ну, конкретно в этом случае, яркий. Так, теперь давайте попробуем разбавить это водицей. Ну, в принципе, ожидать от этих маркеров эффекта прям совсем акварельного размытия бессмысленно. В целом, еще учитывая, что это хлопковая бумага, соответственно, она очень сильно закрепляет материал, и размывать его сложно. Из этого остался такой едва заметный след изначального пятна, который уже, насколько я понимаю, не размоется в ноль. Но, в целом, довольно достойно. Мне нравится пока. Ну, напоминает те же брашки от Ecoline. Там тоже примерно такая же концепция жидкой акварели внутри фломастера. Единственное, что вот с такими вот вещами есть один существенный минус подобным материалам, который размывается водой. И тем более размывается еще отдельно блендерами. К сожалению, на больших каких-то форматах, которые подразумевают под собой заливку большого пространства, этими материалами очень неудобно рисовать, потому что очень сложно сделать такой чистый градиент на больших поверхностях. Поэтому, на мой взгляд, лучше такие маркеры подбирать, если вы рисуете на форматах там А6, А5, когда вот какой-то персонаж, там у него какая-нибудь маленькая относительно холстоножка, и ты вот так аккуратно заливаешь, и градиент не успевает начать рваться, начать плохо в какие-то цвета уходить. Все более четко. Здесь вот относительно небольшое пятно, и все равно уже видно какие-то расслоения от воды. Хорошо. Второй способ. В наборе есть три вот таких вот одинаковых блендера. Это просто прозрачная такая ручечка, вон там даже пузыречек булькает. И, как указано в инструкции, которой у меня, к сожалению, нет под рукой, там указано, что можно использовать этот блендер аж в трех, по-моему, вариантах. Первое, это просто вот нанести один слой и блендером все это дело размазать. Естественно, как водичкой это все дело не размазывается, намного жестче все. Но зато можно контролировать посильнее. Больше контроля это всегда хорошо. Можно вот размыть с какой-то стороны отдельно прям сильно, с какой-то вот немножечко подразмыть. В принципе, интересно. Блендер, конечно, пачкается. На нем прям четкое такое сейчас цветовое пятно оранжевого цвета. Но производитель заявляет, что эти маркеры очень хорошо самоочищаются от пигмента. Поэтому, если по идее немножечко это все дело почиркать, да, зацените, полностью очистился. Это классно. Второй вариант, в котором я не до конца уверена, потому что у меня нет под рукой инструкции, гласил вроде как, что можно делать вот так. Вернее, наверное, скорее вот так. То есть вы соединяете два наконечника и немножко бесцветной жидкости из блендера переводите в цветной маркер. И теоретически теперь цветной рисует немножко... Нет, он рисует так же. Тут его хватило буквально вот на миллиметр какой-то. Так, а если наоборот? Если блендером вот этим? Ну... В общем, да. В целом, я видела, что люди эту технику очень активно юзают, но я, честно, не фанат, потому что, во-первых, у меня все равно немножко сердце болит за последствия подобного действия, потому что я представляю, если каждый цвет вот на этот блендер смешивает, там, наверное, все-таки блендер долго не проживет, недаром же их три в наборе. Ну, не знаю. И мне не нравится, потому что очень сложно контролировать такую технику. То есть, если это прям только совсем какое-то небольшое, прям, глазик какой-нибудь залить вот такой вот полупрозрачной, например, оранжевой краской, то, может быть, да. Окей. Я вообще в целом не особо люблю пользоваться блендерами. Я предпочитаю просто смешивать цвета между собой, но конкретно этот блендер вот мне видится пока вот именно в таком варианте использования, самым, что ни на есть, подходящим. Ладно, давайте попробуем тогда по-другому. Я возьму желтый маркер. Это один из вариантов использования, которые были указаны в инструкции. Ох, сердежко мое болит за это действие. И я в целом еще не фанат вот этого вот всего дела, потому что это тупо долго, и довольно муторно, то есть там каждый маркер нужно вот держать, зажимать. Так, красный с желтым. Ого, 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 ого. Вот это выглядит классно. Несмотря на то, что для этого пришлось довольно жестоко наконечники потрепать, но, божечки, этот градиент очень классный. Он прям максимально плавный. Опять-таки, желтого ненадолго хватило. Просто представьте, если бы это было, например, я бы захотела вот такой вот формат полностью закрасить, залить вот таким вот градиентом. То есть у меня было бы вот тут небольшое желтая полосочка, и дальше просто весь красный, потому что, ну, очевидно, он долго так не держит. Ну, либо каждый раз это заново повторять, но, опять-таки, тогда плавным градиентом не получится. Так, а если наоборот? Давайте попробуем наоборот. Хм, наоборот, так себе. Я не исключаю, что, возможно, что-то в моей технике немножечко не так, но, опять-таки, я смотрела несколько видеообзоров предварительно перед съемкой, и люди делали именно так. Но во всех этих обзорах люди заливали максимально маленькие пространства, там, лепесточек, цветочка, листик отдельный. Так, ну, сейчас я вот прям много подержала. Ну, в целом, это имеет право на жизнь, это выглядит интересно, но, опять-таки, долго, не до конца контролируемо. И вот, например, вот здесь вот, я не знаю, насколько видно на камере, есть четкая полоска более темного оранжевого цвета, потому что я в ходе рисования немножко повернула маркер, и наконечник одной стороной, которая уже очистилась, повернулся на ту, которая чуть-чуть больше была загрязена оранжевым, и вышла вот некая неравномерность. Это рисковая штука, если вы планируете использовать маркеры для иллюстрации каких-то. Мне больше всего нравится все-таки пока вариант просто их смешать. Кстати, давайте просто их между собой смешаем. Вообще, мне пока очень нравится, в принципе, как они ложатся на бумагу, очень ярко и очень легко. Единственное, конечно, у меня немножко грустно от того, что это все-таки акварельные маркеры и акварельная бумага, которая сширает чернила очень быстро, и есть подозрение, что маркеры в целом недолговечны. Ну, слушайте, ну да, небо и земля все-таки, как ни крути, водой размывается удобнее, быстрее в 10 раз и плавнее. Я все-таки остаюсь консерватором и фанатом обычной такой техники. Смешивание. Давайте я еще одну штуку попробую. Я не видела в обзорах такой, не видела это в инструкции, поэтому, возможно, есть риск, что я сейчас что-то делаю не так. Но вот я сейчас здесь сделала пятно воды, и попробую прям маркером по-мокрому. Ну, он прям втекает в воду, но все равно очень-очень насыщенно ложится. Тоже, в принципе, интересно. Так, а если вот сюда бахнуть воды еще? В целом, очень похоже на акварель по реакции на воду. И бахнуть... О-о-о! Слушайте, ну это интересно, мне кажется. Я, правда, не знаю, есть ощущение, что от вот подобных действов наконечник довольно сильно и быстро загнется. Вот он сейчас рисует, видите, намного более блекло и прозрачно, чем изначальный цвет, но я так понимаю, он восстановится. Ну, да. Я не знаю, что за состав именно у блендеров. Вода или там, или все-таки какое-то специальное вещество. Потому что в целом мне видится, что если вы вдруг найдете себя именно вот в технике смешивания с блендером, то, наверное, проще будет вместо блендера использовать, правда, воду и прям фигачить мокрой кисточкой на наконечник цветного маркера и, соответственно, добиваться примерно вот такой вот градиентности из прозрачного в более яркий цвет. Окей. Так, мне интересно, что если смешать цвета, которые звучат, как будто смешивать их не нужно из-за возможной грязи в получившемся варианте. Скорее всего, это будет дикая грязь. Ставлю 50 рублей, что это будет дикая грязь. Ээээ, так. Хмм. Вот здесь я что-то немножко не поняла прикола. Фиолетовый. Вот этот лавандовый оттенок, он что-то прям... Он, во-первых, странно меняет цвет при контакте с водой. То есть сначала... Может, у меня глюч, но мне кажется, он более розовым становится. Что-то как-то он намного хуже размывается водой, по ощущениям. Слушайте, вообще... По сравнению вот с этим, это вообще небо и земля. И то же самое маркер. Вот это не классно вообще, по-моему. Это, интересно, от оттенка зависит или это... Я не знаю. У меня только предположение. Возможно, что-то с качеством конкретно этих чернил. Например, там этот маркер постарее, чем красный. Блин, хорошо, что я сначала вот это вот вытащила более хорошего чувака. То есть, я бы начала вот с этого оттенка, то, наверное, обзор бы начался с большого количества негатива. Даже интересно теперь соседний тоже так протестировать. Что это такое? Что за дела такие? Ну, этот лучше размывается. Опять-таки, все-таки не как первый цвет, но лучше. Ну, то есть, возможно, люди, которые до этого не работали с подобными материалами, предполагают, что им рисовать как раз так примерно и нужно. Например, у тебя есть какое-то вот четкое пятно, которое тебе нужно закрасить на рисунке. И ты просто бахаешь цветом маркеры вот немножечко вот здесь. Ну, как, возможно, ты бы сделал с акварелью, например, прямо из тубы. И потом по этому пятну этот цвет размазываешь. Ну, естественно, нет, потому что, ну, повторюсь, вымыть до конца изначально пятно с бумаги уже не получается. По крайней мере, на хлопковой бумаге. Не знаю насчет целлюлозы, но что-то у меня есть подозрение, что вряд ли там сильно лучше дела обстоят. Но нет, ну, это бессмысленно. Лучше залить, я не знаю, там, например, вот так хотя бы. Хотя бы, если там в этом есть смысл конкретно в этом рисунке. И как-то вот так вот все это дело залить. Ну, якобы цветной контур по бокам и вот ближе к середине поплавнее. Ну, вот что-то такое интересно, да, вот это, конечно, бессмысленно. Непонятно, пока непонятно. Я, в целом, конечно, больше за классическую акварель, которую вот у тебя есть кювета краски. Ты просто берешь краску из этой кюветы, накладываешь на лист, все, дальше работаешь, размазываешь. Здесь есть некий аспект удачи, на который очень сложно полагаться, очень рискован. Может получиться хорошо, может получиться не очень. Кстати, пятна вон уже все размылись совсем. Поэтому, мне кажется, лучше их просто смешивать. Это самая оптимальная штука. Сами по себе цвета яркие, и вот этим вот размазыванием воды, они, ну, просто блекнут и становятся более прозрачными. Что для меня кажется довольно малоиспользуемой фичей в рисовании. Я не знаю, как кто рисует, но часто я с другой стороны подумала, например, по-другому действовать. Вот есть у вас размазанный какой-то уже элемент. Я, кстати, не знаю, размываются ли они после высыхания. Давайте протестируем на вот этом уже очевидно засохшем пятне. Ой. Грязной кистью, естественно. Давайте с этой стороны. Нет. Опять-таки, еще один недостаток, скорее. Работать нужно ими максимально быстро. Прямо максимально быстро, потому что они въедаются в бумагу. Опять-таки, напоминает Ecoline этим эффектом. Короче, я к тому, что единственное, как я вижу, еще вот вариант использования вот этого вот полупрозрачного, получившегося размазанного пятна, это сверху наложить какой-нибудь уже другой цвет, например, желтый в этом случае. И у вас получается уже такой не чистый желтый, как изначально в маркере, а такой приглушенный, оранжевый. И это, по-моему, прикольно выглядит. Ну, то есть, уже второй вот этот желтый не размывать, просто вот как бы смешиваем через высыхание одного слоя. Я не знаю, возможно, я немножко непонятно объясняю, но надеюсь, вы понимаете, о чем я. Хорошо, хорошо, ну, вернее, ладно, вру, не то чтобы прям хорошо, пока не до конца понимаю этот материал. Ну, это, в принципе, нормально, наверное, для нового материала. Было бы странно, если бы я первый раз их увидела и уже бы там какой-нибудь шедевр нарисовала, сразу все чувствуя. Я сознавая. Ну, давайте выкрасим все это дело, чтобы просто с цветами познакомиться. У меня здесь вот такая вот супер кривая выкраска, опять-таки, на акварельной 100% хлопковой бумаги. Повторюсь чисто для того, чтобы понимать, на что эти цвета способны. Меня очень сильно привлекает вот эта вот верхняя полосочка серых оттенков, потому что я обожаю, когда в наборах есть столько серых. Здесь это прям целый ряд. Это здорово. Мне, кстати, еще не уверена, есть ли смысл на выкраске размывать их. Наверное, есть. Да, давайте я все-таки вот так вот немножечко оставлю и буду каждый цвет размывать, просто чтобы понимать, насколько он хорошо размывается. Вот, например, серый, очевидно, очень плохо размывается. Блин, это странно. Как подфартило-то мне с первым оранжевым, я прям удивлена. Кстати, вот серые по ощущениям более жидкие, потому что вот в них как раз вот этот вот эффект, про который я говорила, лисировки, типа как у спиртовых маркеров, он виден. В отличие от первого яркого оранжевого, который вот прям наложился одним слоем, и все. Что происходит? Они вообще не размываются водой? Что? У меня вода сломалась. Вообще просто по нулям. Похоже ощущение на, когда ты пытаешься размыть не акварельный карандаш водой. Думай, что он акварельный. Это странно. Это очень странно. Так, мне прям даже сейчас интересно просто отдельно вот этот же серый попробовать блендером размыть. Что? Он вообще не размывает. Это странно. Я не знаю, может быть, какие-то цвета не предполагают под собой размывку, но в этом же вроде концепция маркеров в принципе. Окей. Я не поняла прикола пока. Ладно, ладно. Выкраска, как видится, полезная штука. Можно сразу понять, от каких цветов что ожидать. Вот, вот, вот. Видите? Прям четко видна лисировочная штука. Я прям максимально быстро стараюсь. Да нет, они вообще не размываются. Как это работает? То есть у меня просто вот чуть-чуть темнее становится вот эта вот область. Как будто вот маленькая-маленькая частичка пигмента все-таки выпала в воду и получился вот серое невозаметное пятно воды. Ладно, давайте я остальную выкраску проведу молча и потом уже скажу свои какие-то выводы. Я думаю, их будет много. Субтитры сделал DimaTorzok Да, слушайте. Это очень странно. Как можно судить по вот этой выкраске, почти все цвета этих маркеров очень плохо размываются водой. Я в какой-то момент даже начала думать, что, возможно, я что-то напутала и зашла на сайт, где их заказывала, прочитала описание. И да, я действительно напутала один момент. Они не акварельные, но написано, что это маркеры на водяной основе. Ну, то есть, опять-таки, как и колайн, это тоже, по сути, не совсем акварельные, но там вот такие водорастворимые чернила. Грубо говоря, можно назвать акварелью, но все-таки не она. Но, опять-таки, там написано, что они отлично размываются водой, чего по вот этой выкраске вообще никак не скажешь. Некоторые цвета относительно нормально размазались, особенно вот светлые, на которых, в принципе, не виден вот этот вот переход из воды в цвет, потому что, ну, они слишком светлые. Опять-таки, вот красный, вот первооранжевый, он относительно неплохо, опять-таки, размазывался. Притом, они очень сильно побледнели, несмотря на то, что вот эта хлопковая бумага, вот эта хлопковая бумага, вот этот цвет, вот этот цвет, это и есть вот этот цвет. Я не знаю, что здесь у них произошло. Возможно, от воды, конечно, так, но, опять, некоторые цвета прям очень плохо размазались. То есть вот зеленые все, последние оттенки коричневых. Многие оттенки вообще начали выпадать в какой-то другой оттенок. Например, вот этот коричневый в какой-то фиолетовый, этот зеленый в какой-то синий. При том, что вода у меня чистая. То есть я не смешивала с грязной водой, ничего такого не могло произойти. Это вот именно такие маркеры. Это очень странно, я вообще не понимаю, как ими работать пока, потому что они выглядят пока слишком ненадежно в плане... То есть я могу взять какие-то два цвета, нанести их на лист, и в итоге не понимать вообще, как они смешаются между собой. Нормально, в хороший плавный градиент, или наоборот в плохой. Но мало того, у меня есть еще кое-что, чтобы вам показать. В период своих сомнений я подумала, что вдруг это все-таки маркеры, которыми нужно рисовать не на акварельной бумаге, а на спиртовой. Вернее, бумаги для спиртовых маркеров. У меня есть такая, как раз небольшой тестовый листик. И да, на удивление, вот, например, красный размазался хорошо. Градиент вообще не получился. В отличие от плавных градиентов на акварельной, вот типа вот здесь, вот такого не произошло. Очень четко видна граница. Блендером все это дело размылось очень нехорошо. Бумага скомковалась максимально быстро, и опять-таки видно четко полоски следов от блендера и маркера. Ну и, очевидно, водой все это дело вообще просто ужасно смешалось. Вернее, вообще не смешалось. У меня есть еще кое-что. Я попробовала смешать их на целлюлозе, и, о мой бог, вышло отлично. Здесь смешано два цвета, такой бирюзовый и синий, и они размылись прям почти хорошо. Вот здесь вот синий прям четко видно все равно границы, где изначальное пятно было. Бирюзовый вообще идеально размылся, и между собой они смешались хорошо. Но я пыталась проделать то же самое с серыми оттенками, которые, судя по выкраске, смешиваются вообще хуже всего и водой размываются. И целлюлоза исключением, увы, не стала, и здесь они совершенно так же себя очень плохо показали. Я немножко не понимаю, как этим работать. Опять-таки, в описании на сайте магазина, где был приобретен этот товар, было написано, что цвета отлично размываются водой, но это не так. По крайней мере, на хлопковой бумаге. Если эти маркеры отлично размываются водой только на целлюлозе, то довольно странно это все выглядит. То есть, да, между хлопковой и целлюлозной бумагой есть большая разница, но не настолько, что на одной материал работает, а на другой вообще не работает. То есть, если бы вдруг у меня под рукой не оказалось вот этой вот целлюлозной склейки, то, делая вывод только по хлопковой выкраске, я бы вообще прям очень занегативила, короче, на этот продукт. Пока, на самом деле, я продолжаю немножко негативить. Мне нравится, не буду врать, мне нравятся очень оттенки подобранные, игнорируя, что они очень сильно высвели из-за воды. Очень красивая палитра, в принципе, 60 цветов, это весь спектр оттенков кирин, карин, маркеров. И в целом, в принципе, они самодостаточны, здесь все есть, у меня нет какого-то вот оттенка в голове сидящего, которого здесь нет, и я бы сказала, вот, если бы вот еще вот этот добавь был бы классным, мне кажется, это все, в принципе, довольно оптимально. Единственное, что, опять-таки, насчет серых, они то ли от воды, то ли чего, но выглядят они довольно однообразно. То есть, они и в коробке выглядят довольно, в принципе, более-менее в одном тоне, и они на выкраске тоже оказались в одном тоне. То есть, нет чего-то прям совсем светло-серого, вот этот самый светлый, нет чего-то прям совсем темно-серого, то есть, ну вот, вот эти вот три цвета, они такие довольно темные, а потом резко черные только. Может быть, вот только по серым я бы придралась, таких пару промежуточных по тонам. Ну, и опять-таки, это все серые получились холодные, хотя на фломастерах, на корпусе, есть ощущение, что какие-то из них должны были быть более теплыми. Чего не оказалось. Вот это тоже, наверное, я бы сказала претензия. А так, мне кажется, палитра сама хороша. Но, ёлупалы, это странно, как это все работает. Еще, я видела в интернете, к сожалению, у меня нет под рукой материалов, с помощью которых я могла бы это продемонстрировать, но суть была в том, что люди брали какую-то пластмассовую поверхность или пластиковую, там, керамическую, намазывали вот этим маркером несколько пятен краски, соответственно, маркеры не впитывались и оставлялись капельками, и потом вот эту вот поверхность уже печатали на лист, и получалось такое вот что-то очень текстурное. Но это больше техника, скорее, насколько я понимаю, подходит под что-то совсем декоративное, какие-то там... Ну, знаете, например, штуки, когда фаны для личных дневников, я не знаю, не помню, как это все называется, но вот есть такая отдельная волна художников, которые сами по себе художниками не являются, то есть рисовать не умеют объективно, то есть они это не отрисают, но при этом они вот любят оформлять, например, личный дневник какими-то там красками, они покупают там отдельную какая-то категорию материалов для этого, чтобы заливки делать, и вот в качестве вот этого вот всего тоже эти маркеры использовались. Но я покупала эти маркеры, и в описании было сказано, что они подходят для художников, для иллюстраторов, для акварелистов, для работы смешанной техники с акварелью. Даже, опять-таки, на самом корпусе этих маркеров написано «каллиграфия». Ну, я от каллиграфии далековато, но подозреваю, что именно каллиграфию ты ими очень хорошо рисуешь, потому что наконечник очень мягкий и классный. График, дизайн и, собственно, иллюстрация. Тем более, меня еще отдельно так сейчас немножечко пока подбамбливает, потому что это все-таки покупка очень дорогая. Не спонсировано никак, мне эти деньги предстоит отбивать активно на монетизации в этом месяце, очевидно, на ютубе. Я пока очень расстроена этой тратой, потому что мне изначально эти маркеры виделись более полезными. Я, возможно, делаю ошибку и напридумывала себе каких-то невыполнимых надежд, но непонятно. Непонятно. Давайте, ребятки, такое сделаем. Давайте я возьму сейчас свой скетчбук и попробую в нем что-нибудь нарисовать. И покрасить этими маркерами. И уже от этого делать какие-то выводы. Фух, мне, честно говоря, просто максимально сложно сейчас сдерживать эмоции и озвучивать вот эту часть ролика, делая вид, что я еще не знаю, что будет в конце. Но я очень постараюсь, чтобы не спойлерить сразу финал видоса. Короче, решила я, значит, рисовать Кирина. Это такое мифическое существо. Я, кстати, честно даже не знаю оригинальное происхождение из мифов, в каких стран оно произошло. И вообще, у меня есть смутное ощущение, что это что-то азиатское. Но, возможно, я ошибаюсь. Кирин, потому что это моя стойкая ассоциация с этими брошмаркерами. Потому что, когда я первый раз увидела этот набор в продаже, я упорно читала вместо Карин Кирин. И мне сразу всплывал образ вот этого существа. В итоге я знаю, что правильно все-таки Карин, но продолжаю ассоциировать именно вот с этим вот зверьком. В чем я уже на самом деле сожалею, потому что зверек милый... А, ладно, без спойлеров. Так вот, захотела я нарисовать Кирина. Кирины, они очень детальные существа. То есть, если вы просто бьете, там, не знаю, в гугл Кирин, у вас вылезет максимально разные картинки, которые общие объединяют, наверное, только наличие копыт, что-то такое лошадино-драконье в морде, и, возможно, присутствие чешуи на каких-то частях тела, но это тоже не факт. И в этом есть плюс этого существа, потому что можно оторваться с фантазией и сделать его совершенно своим, необычным по-своему. Я не хотела делать такого взрослого, супердетального Кирина, потому что я уже поняла, что с этими маркерами не то, что хорошо получается работать с мелкими деталями, тем более на акварельной бумаге. Поэтому я выбрала в качестве объекта для рисования детеныша Кирина. И в ходе работы над наброском мне сразу, опять-таки, возникла ассоциация уже с диснеевским Бэмби, потому что это такой какой-то маленький милый олененок с огромными глазами и ушами, такой супер узатенький же, опасенький. И забегу сразу вперед и скажу, что в качестве фона я решила тоже сделать такую небольшую отсылку на фоны из этого мультфильма. Как известно, этот мульт очень старый, там использовалась реальная акварельная живопись на фонах, очень красивая, очень плавная. И, забегая еще вперед, скажу, что у меня эта вся затея с треском провалилась из-за маркеров. Но о них позже. Я еще сначала, питая надеждой, что у меня все получится, залайнила этот рисунок очень тонким линером, думая, что, ну ладно, типа, потом еще раз наверняка пройдусь, сделаю контур чуть потолще. Ха-ха! А я ведь реально старалась, не перебарщиваясь с деталями. Сам по себе персонаж очень простой. Ну, у него только вот чешуйки такие дробящие-стробящие для глаза, а так в целом очень простой чувак. Гигантские глаза, и он просто милый. Но, божечки-кошечки, как это было больно. Давайте теперь переходить уже непосредственно к рассказу о покрасе, потому что, о мой бог. Начнем с того, что я рисовал этот рисунок, не соврать, по-моему, четыре дня в общей сложности, но это не четыре дня непосредственно прям рисования, а это четыре дня подходов по десять минут. Звучит, как какие-то физупражнения, но я была бы рада честно отжаться, чем дорисовать этот рисунок, потому что это была просто чистая боль. Во-первых, в чем проблема? Маркеры плывут, плывут просто безбожно. Еще раз повторюсь на всякий случай, это скетчбук с акварельной хлопковой бумагой 100%. Я не знаю, возможно, дело отчасти было в бумаге, но божечки-кошечки, они плыли просто как стервы. Я проводила линию, эта вся линия нафиг расплывалась, я пыталась провести линию рядом, чтобы как-то более-менее однородная заливка получилась. В итоге эти линии втекали в друг друга очень криво, то есть они не растекались плавно, красиво, как акварель, они растекались, оставаясь при этом линией, но с очень косматыми рваными краями, очень некрасиво. И при этом сама краска как бы въедалась в бумагу, но, несмотря на то, что краска супер быстро въедалась в бумагу, ее невозможно было потом размыть адекватно, то есть все равно оставлялись изначальные линии. Я пыталась, я протерла, блин, 300-граммовую бумагу почти просто насквозь в некоторых местах. Насколько это было больно, я даже не буду сейчас говорить, но при этом, при всем, они, зараза, сохнут просто я не знаю сколько. У меня есть собака дома, и я с ней гуляю несколько раз в день. И в ходе съемки я иногда делаю перерывы для прогулки с собакой. Обычно там я гуляю примерно час, потом прихожу, мою его, лапы ему, пузо моют. Это все, естественно, затягивается. И примерно через два часа я возвращаюсь обратно к съемке и приступаю, продолжаю рисовать рисунок. И он все еще не высох, потому что он выглядит, как будто он высох. Я начинаю накладывать следующий новый слой брашмаркеров этих, и они текут между собой, при том, что они не размываются кисточкой нормальной с водой. Короче, это просто была боль. И я очень много раз в своих обзорах, наверное, повторяю фразу про то, что, о мой бог, как было сложно, я думала все бросить. Но на моей памяти, наверное, это один из самых болючих вообще процессов рисования в моей жизни. Это настолько непредсказуемо, настолько на удачу. И вообще ни капли ни на твой скилл, ни на твои знания, ни на твою точность. Как бы ты аккуратно ни действовал, оно все равно растечется. И всегда максимально не так, как тебе нужно. По моим изначальным планам, этот Кирин, маленький детеныш, должен был быть светленький, миленький, такой теплых, коричневатых, желтых оттенков. В итоге я его затемнила в какой-то момент просто жутко, потому что пытался избавиться от всех этих растеков, потеков, непонятных полосок. И ничего не оставалось, кроме как просто наслаивать цвета темнее. И они все равно, зараза, все расплывались. Дошло до абсурда. Когда я закрашивала кисточку на хвосте Кирину, на предыдущем слое был фон, который был нарисован день назад. И, естественно, должен был высохнуть. Это, наверное, логично звучит. Но, зараза, при наслаивании маркера на уже давно высохший фон, оно все равно все растеклось между собой. Я вообще не знаю, как это работает. Я вообще не понимаю. Это не подается законам физики. Это подается только законам боли и страданий. Я просто не представляю, как этими маркерами адекватно работать. Вот честно. В рисунке есть очень много элементов, которые не должны выглядеть так, но они выглядят так, потому что у меня все растеклось суперсильно, и мне пришлось немножечко изменять какие-то части рисунка. Например, вот на задних ногах у Кирины я изначально не хотела делать волосы. Мне хотелось вот создать вот этот вот образ такой, что у него только на передних копытцах волосики, такие шерсть, а на задних они такие тоненькие, максимально изящные. Но, блин, они все поплыли, и пришлось сделать эти какие-то волосяшки-кудряшки на задних копытах, потому что иначе, ну, уже просто была бы какая-то каша. В очередной раз просто авы по скопенам, потому что они просто спасли этот рисунок. И, да, я терпеть ненавижу, когда я снимаю обзор на какой-то конкретный материал, а финальный рисунок я почему-то добиваю уже каким-то другим материалом. Ну, то есть это довольно необъективно получается. Если я снимаю обзор на материал, я хочу, чтобы весь рисунок был выполнен только этим материалом. Но здесь просто иначе никак нельзя было. Вы на процессе посмотрите в какой-то момент, когда я вот до добавления первых поскопенов, как выглядел рисунок. Вот так вот он должен был выглядеть. Но мне задали нервы, я не могла просто оставить его вот выглядеть вот так. И решила все-таки добить его посторонними чуваками. В том числе еще и призмакалор карандашами, потому что они классные. И при этом, при всем, с ними тоже возникли странные моменты. Они очень плохо наслаивались на маркеры Карин, несмотря на то, что они даже уже высохли давно. Карандаши они как будто просто утопали в краске и не давали нормальный насыщенный пигмент, а просто только блеск оставляли на бумаге. При том, что я в этом скетчбуке много рисую акварелью и потом добавляю детали сверху этими же карандашами, и такого эффекта нет. Если акварель высохла, она высохла до конца, и потом уже поверх я могу спокойно рисовать карандашами. И сохраняется такая текстура бумаги первоначальной. То есть вот как вы просто рисуете на какой-то очень текстурной бумаге карандашом, там такие точечки, промежуточки остаются так же. И в этом скетчбуке работает с акварелью карандаши, то есть все равно текстура бумаги остается. Здесь такого не было. Я не знаю, что эти чертовы Карины сделали с моей акварельной бумагой, но карандаши, короче, наслаивались очень плохо. Божечки, кошечки, меня продолжают бомбить. Вернувшись к контуру, скажу, что в финале я переделала нафиг весь контур уже не линером тоненьким каким-нибудь, как изначально планировала, а по стандарту линером от Tombow, вот этой вот браш-кисточкой, потому что, ну, по-другому уже не получалось. В некоторых местах я просто уже ей красила какие-то участки, где предполагался темный черный цвет, потому что я боялась лишний раз взять Карину в руку черного цвета. По изначальному еще моему плану, внизу рисунка должна была быть трава, которую я хотела прорисовать вот как бы каждую травинку маркерами, но по понятным причинам у меня это не получилось, поэтому фон с персонажей выглядит максимально разделенно друг от друга. Я еще решила усугубить этот эффект, добавив некое подобие цветового контура вокруг персонажа, то есть я сделала желтым карандашом обводку по этому Кирину, просто чтобы еще сильнее отделить его от этого фона, чтобы уже до конца абсурд довести, потому что, ну, картинка с фоном уже не работает, тут уже ничего не сделать, Карины ситуацию не спасут. Если нарисовать траву карандашами, то будет очень сильный контраст между супер плавным фоном и супер четкими линиями карандаша, поэтому как получилось. Насчет фона, наверное, это вообще самый максимально четкий пример, как себя ведут карины на этой бумаге, потому что в процессе, вы можете обратить внимание, в какой-то момент у меня фон выглядел довольно четко. Стволы деревьев были какие-то типа как бы с контуром, с какими-то тенями, кроны деревьев как-то отделялись друг от друга, тоже там тенями, тональностью, теплом, холодом, вот все такое. Но потом я на следующий день подошла к рисунку, увидела, что оно все за разу слилось. Изначально мои такие полуосенние летние деревья уже с желтоватой листвой превратились в какие-то, блин, пушистые эфемерные облачка. Как я ненавижу эти маркеры. Давайте, короче, переходить уже к выводам, потому что меня бомбит. Ну че, ребята, выводы? Мне, честно, просто хочется вот сейчас вот рукой снести нафиг эту коробку со стола и на этом закончить ролик. Но я не хочу, потому что это, блин, дорогая хрень. И это дорогая именно хрень. Серьезно, я очень сожалею, что у нас, к сожалению, нет такой политики возврата товаров, если он тебе не понравился. А даже если бы и была, тут я вдвойне профилилась, потому что я снимаю этот обзор уже через много месяцев после покупки непосредственно этой коробки. Поэтому вообще все вдвойне бессмысленно даже думать о каком-то возврате. Но, ребята, начну вывод вот со следующих слов. Не покупайте эти маркеры, если вы не занимаетесь каллиграфией. Каллиграфией я все еще не знаю, как правильно. Я далека от этой темы, очевидно, максимально. Но в ходе работы над этим рисунком я на фоне смотрела пару еще роликов, обзоров на этот набор англоязычных. И там люди в комментариях много говорили про то, что, в принципе, вот эта вот вся штука в основном для леттеринга, для каких-то красивых надписей, для декоративных каких-то оформлений страниц в каких-то дневниках. Ну, короче, вот для всего такого. Не для рисования. Оказывается, эти маркеры клали в какую-то рассылку. Я не помню, ArtSnacks, Paletteful Packs, Scrawlbox, что-то из этого. И вместе с этими маркерами в рассылку клали бумагу для маркеров. Не акварельную, а именно для маркеров, которую я тестировала в начале ролика. И в комментариях под этим видосом, где артблогер распаковывал эту посылку и пытался это все дело как-то протестировать, много людей писали, что это странный выбор со стороны рассылки, потому что, во-первых, эти маркеры не для художников, хотя, опять-таки, у них на корпусе нарисовано, написано, вернее, график дизайна и иллюстрации. Ну, по-моему, это связано с художниками, нет? Ладно. А во-вторых, что это все-таки маркеры, которые должны размываться водой, и нужно было класть акварельную бумагу, а не маркерную. Ну вот, акварельная бумага у меня тут. И это дерьмово, это очень фигово, я не знаю, я на самом деле очень расстроена, потому что, во-первых, это дофига стоило, все куплено на свои деньги, а во-вторых, у меня была какая-то искренняя надежда до победного просто финального конца, когда пока меня окончательно не разбомбило, что да, даже если эти маркеры не совсем классно работают, там, как полноценный материал для рисования, возможно, я смогу ими, там, какие-то определенные детали делать. Но нет, я не смогу. Я боюсь этих маркеров, я реально их боюсь, потому что я не знаю, чего от них ожидать. Зафейлит мне они очередной рисунок или нет? Скорее всего, зафейлит. Ну, вернее, моими руками это будет зафейлено, но по вине, в том числе, этих созданий. Я не спорю, они классно выглядят, у них очень классная цветовая палитра. Кстати говоря, я тут за кадром еще на свою первоначальную выкраску решила нанести уже после ее полного высыхания еще слой этих маркеров, уже без воды, и вы можете четко увидеть, насколько сильно отличается оттенок размытого маркера от неразмытого маркера. Это просто небо и земля. Более четко видно вот моменты, когда оттенок вообще меняется от размытия воды, типа, почему здесь серый, а не коричневый? Почему здесь фиолетовый, а не коричневый? И вообще в целом, как это все выглядит намного ярче и по-другому. И при этом при всем очевидно, что серый все-таки супер похожий между собой. Это тупо. Я еще, кстати, в ходе работы над этим рисунком в качестве вспомогательного материала взяла как раз акварельные маркеры от Ecoline. Ну, акварельные, в общем, жидкие маркеры от Ecoline, про которые тоже упоминала сегодня. Если не ошибаюсь, это был набор от шести, по-моему, цветов. Я вот три использовала. Шесть цветов серого. И вот среди шести оттенков серого Ecoline умудрились просто впихнуть максимально универсальную гамму. Тут и теплые, и темные, и светлые, и холодные. Карин не смогли этого сделать с девятью маркерами. У них было девять попыток сделать разные серые оттенки, и они зафейлили абсолютно каждую из этих попыток. Ну, кроме одной. Единственное, что я могу, наверное, прям очень четко похвалить в этом наборе, это блендеры. Они, на удивление, хорошо работают вообще со всем. Я смешивала их с поскопенами, и поскопены классно размывались. Вот здесь вот там на пузе есть места на ушах, на ухах, где я размывала просто вот этими чертовыми блендерами поскопены, что вообще нелогично, но это работало. И карандаши они, кстати говоря, размывали, даже при том, что это не акварельные карандаши, они как-то более плавный, что ли, эффект делали. Короче, блендеры классные, но покупать, блин, вот эту огромную коробку ради трех блендеров, это себе дороже, тем более, учитывая, что я все-таки работала этими блендерами не по инструкции, так скажем, не с оригинальными маркерами, я думаю, они, возможно, могут испортиться так очень быстро. Я вообще не понимаю, как рисовать какой-то полноценный рисунок, используя вот эту вот тактику прислонения наконечников друг к другу и вот этих вот градиентных заливок. Это все мне напоминает очень сильно маркеры хамелеон, я их не тестировала, я их не пробовала, я видела, что такое есть и видела, как это работает, и мне всегда не казались маркерами для, в первую очередь, раскрасок вот этих для взрослых, где просто, ну вот, побаловаться нерисующему человеку. Я никогда не понимала, как хамелеонами рисовать, ну, какие-то реально полноценные штуки, потому что они выглядели вот именно как развлекалово, как какая-то очень классная веселая штука, в которой там можно интересных эффектов добиться, можно там получить свою дозу эндорфинов, но вот как использовать постоянный материал для рисования, я не представляю. И вот эти вот чуваки, к сожалению, входят в категорию подобных материалов, я не представляю, как с ними работать. По итогу, у меня вот такой вот рисунок, так себе я знаю, но мне кажется, тот факт, что у этого Кирина просто гигантские ресницы, наверное, как-то чуть-чуть скрасит ужасность этого рисунка. Ну, в любом случае, он лучше, чем был в процессе, когда был нарисован еще только каринами этими, потому что, о мой бог, как это было ужасно. В общем, такие выводы у меня, друзья, сегодня. Зараза, сосед. Как сделать этот день еще хуже, да? Я знаю, определенный процент из вас любят именно бомбящие обзоры от меня, и наслаждайтесь. Мне кажется, это вполне бомбящий обзор получился. Спасибо вам большое за просмотр. Извиняюсь еще раз за негатив, потому что, ну, с одной стороны, я понимаю, что, опять-таки, какому-то проценту людей неприятно смотреть отрицательные негативные обзоры, но такова жизнь и такова моя совесть и честность. Я не могу скрывать очевидные минусы даже таких дорогих материалов. Но при этом, при всем, не хочу максимально категорично выглядеть и говорить, никому не покупать эту штуку. Можете ее купить, если у вас будет возможность, купите один маркер, если вам прям супер хочется попробовать. Просто протестируйте и поймите, надо ли вам оно или нет. Не повторяйте моих ошибок и не берите сразу гигантские наборы. Но, таков минус профессии артблогера, мне приходится сразу покупать наборчиками, потому что это красивше как-то и официальней, что ли, для обзоров, когда у меня тут набор такая корокка, классная, даже с магнитной крышкой. Тупая фигня, упади, упади. Короче, всем вам желаю огромного вдохновения и только хороших художных материалов. И я очень редко это прошу, но, пожалуйста, поставьте лайк под этим видосом, потому что это моя последняя надежда хоть как-то отбить цену этого набора просто на монетизации. Ни о чем больше не прошу. Будьте здоровы, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok